Объясните мне, пожалуйста, на каком основании вы меня задержали на моей же свадьбе? И ты, вы, еще смеете называть этот бандитский шабаш свадьбой? Согласен, товарищ полковник. Устроили притон прямо в центре города. Какой шабаш? Какой притон? У нас была обычная свадьба с обычными традициями. Обычные традиции. Может быть, для вас это обычные традиции, но для законопослушных граждан это самый настоящий бандитский шабаш. И карается он согласно уголовному кодексу. Вот именно. Что? И что же мы такого уголовного сделали? Ты еще спрашиваешь, вы? Загибай пальцы. Во-первых, незаконная продажа алкоголя. Что? Мы просто продали бутылку шампанского, а все делают. А не просто, а лицензия на продажу алкоголя у вас есть? Вот именно. Нету. Значит, незаконная продажа алкоголя. Молодец, Крыныча. Молодец. Во-вторых, похищение человека. На всех свадьбах крадут невесту. На всех? Может, вы считаете, что это нормально требовать выкуп? Заниматься вымогательством? Ну, конечно, это же традиции. Традиции, говоришь? А мыть ноги водкой пожилому человеку и против ее воли натягивать сапоги на ноги. Это нормально? Это традиции? Значит так. Пока такие, как я, как Крыныча, стоим на службе закона, мы эти традиции будем ломать. Ломать к чертовой бабушке. К чертовой бабушке. Я, кажется, понял, к чему вы клоните. Давайте как-нибудь договоримся. Что? Договоримся? Ты уже договорился. Лет на пять к минимуму. Томаш Павел, а может, мы избавим обороты? Это уже третий жених вашей дочери. И мы всех сажаем. Без вот этого сама. А мы и так по миру пойдем. Крымите! Я тебе уже сказал. Пока мне жених моей дочери не понравится, мы будем их сажать одного за другим. Ты посмотри, что удумали. Она в этот раз вообще меня на свадьбу не пригласила. Пришлось целую спецоперацию устраивать, чтобы найти их. Но мы любим друг друга. Десять лет без права переписки. Пятнадцать! Двадцать! Товарищ полковник, ну у нас максимум пятнадцать. Крымыча. Ты у меня за ним по этапу пойдешь. Ты понял? Понял, понял. Двадцать так двадцать. Двадцать пять! Ну? Давай. Ага. Ты первый. Ага. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Эть. Странно. Все нормально. Ну, как? Не рассмотрел. Ладно. Моя очередь. А, давай-давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Да что ж такое? Все нормально. Все нормально. Ну что? Та... Прикрыто сильно. Эй, надо было внимательнее смотреть. Ладно, давай еще разочек я. Ну, давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Эть. Что? Где? Что происходит? Вот оно что. То есть вы пялитесь на мою грудь, да? А, нет-нет-нет-нет-нет. Эх, дедушки. Ну, ладно. Хотите еще раз взглянуть на красоту? Ну, ладно, только никому. Спасибо тебе, конечно, внученька, за это. Но мы с Харитоновичем не на них посмотреть хотели. Мы поспорили, что твоя татуировка означает. А, вечности. Ага, спасибо. Ну, ты это, Харитоновича в чувства приведи. А то он от первовозбуждения может в ту самую вечность и уйти. Сейчас я за врачом. Ну, что, проспорил ты? Татуировка-то-то означает вечность. А ты гейша, гейша. Вечно я в спорах про баб у тебя выигрываю, лошара. Ну, гейша там или не гейша, это уже не важно. Я свою порцию удовольствия уже получил, лошара. Ха-ха-ха-ха. Ох. Хаус. Дрэндулет ремонтировали, 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 ремонтировали. Да не вы ремонти... ремонти... Починили, короче. Вот так я с тобой справлюсь сейчас. Добрый день. Здрасте. Какая все-таки крутая форма у водителей автобусов. Эй, слушай, дорогой, зачем ты меня сейчас прямо с порога обидел? Я к тебе с открытым сердцем, с искренней душой, а ты меня водителем автобуса обозвал. Простите, пожалуйста, я подумал, вы водитель автобуса. Они к нам часто заходят. А вот проводник первый раз. Какой проводник, слушай, ты б еще сказал полупроводник. Я сокол, который парит над облаками. Орел! Понимаешь? Понимаю. Вы водитель дирижабля! Слушай, а я пилот самолета. И нужна помощь небольшая. Там подрихтовать кое-что нужно. Царапина небольшая. Одна точка всего лишь. Ну, где-то вот такая царапина. А, ну это просто. Это подрихтовать можно. Это быстро. Ну, только в высоту вот такая. А в ширину метров шесть-семь. Ого, как вы так умудрились самолет поцарапать? Эй, понимаешь, со сюардессой флиртовали там туда-сюда, понимаешь. И не заметил, как навстречу ехал еще один... Горный орел? Нет, это горный баран. Неужели не видно, что дядя Гурген выруливает на взлетку? Мог бы уступить баран. Хорошо. Подрихтуем, подкрасим. Спасибо. Настоящий джигит. А вы что, прямо на самолете прилетели? Почему прилетели? Приехали. Извините, пожалуйста, когда мы уже поедем в... Но почему обижаешь? Зачем поедем? Полетим? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все-все-все, успокоились, успокоились, взяли себя в руки и пошли успокоили остальных пассажиров. Все будет хорошо. Тьфу, шо оно заманяло? Ну, ты как думаешь, если бы ты летел на горном орле, и этот горный орел черканулся крылом с другим горным орлом, что бы ты сделал? Ширеб, наверное, обосрал. Ну, вот, собственно, так и поступили 189 моих пассажиров. Кстати, хотел еще заказать мойку салона и химчистку тоже заодно. Можно? Ну, можем. Спасибо, дорогой. В моей семье каждый второй тост будет за тебя. Как зовут тебя? Рома. Буду звать тебя Рустем. Молодец. Сейчас, открывай ворота. Сейчас подъеду. Как он тут? На троих Две звезды, две светлых повести своей любви, как мне... Здравствуйте, Надежда Константиновна. Она пела на свою голову. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Присаживайтесь, пожалуйста. Что опять произошло? Произошло и происходит. А происходит полное неуважение к астрономии. А моя наука самая древнейшая, самая прекраснейшая, самая восхитительная в этом мире. Я не могу с вами не согласиться. Я сама каждое утро люблю почитать гороскоп. Причем здесь это ваша лженаука? Причем здесь гороскопия? Боже. Видите, и вы туда же. Как? Как я могу изучать с детьми астрономию днем? Видно одно солнце. У меня ученик в девятом классе посмотрел в телескоп, чуть не ослеп. У нас тоже дядя Митя выпил фреон, и тот же результат, чуть не ослеп. Что, простите? Мы не можем проводить уроки ночью. Как вы не понимаете? Я понимаю. Ну, давайте хотя бы вечером. Вечером тоже нельзя. Вечером наше помещение арендует адвентисты 117 дня. А как вы понимаете, у нас с ними разные взгляды на происхождение галактики. Я понимаю. А что мне делать? Что вы прикажете мне делать? Подождите, подождите. Кстати, дядя Митя, он может в вашем кабинете сделать мини-планетарий, Евгений Михайлович. О, а вы знаете, это неплохая идея. Но только под моим чутким руководством. Конечно, контролируйте его, иначе он напьется. Две звезды, а лучше пять звездей. Это что еще такое? Ну, я же, Константиновна, звездочка наша путеводная. А дайте нам немного денег. Не-не-не-не-не. Много денег. О. По какому поводу поляна? Мы делали макет. Под моим чутким руководством. Я это поняла. А по какому поводу напились? А вот для макета нужны звезды? Как вы так думаете? Нужны. А где днем взять звезды? Ага. Правильно, в магазине. Вот они, звезды, я думаю. Ну, нам только хватило на пояс Ориона. А вы не могли бы нам выделить деньги на оставшиеся звезды? Там же звезды, оказывается, штук триста. Конечно, да, конечно. О. О. А я горел, что я уже Константиновна, мировая женщина. А она вообще вот такая баба. А, Надежда Константиновна, разрешите я вас поцелую? Ну-ка. Я тебя сейчас поцелую. Звезды видишь? Скажите, я вижу большой мерея. Ну, все, это можно наливать. А сейчас ты у меня остальные со звезды увидишь. Лежа, Константиновна, а вы чего? А ты такая... Друзей не бросают? А не бросают, бросают. Я сейчас не помню тебя. На троих. Ну, 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 куда вы в обуви заходите? Это частная собственность. Была частная. За кредит нужно платить вовремя. Теперь это собственность банка. Да я всего-то на один день просрочил. Серьезно? На один? В таком случае, поздравляю, ты лох вдвойне. Ну, куда вы, ну, куда вы одетые садитесь на кровать? Это же чистая постель. Куда вы в одежде влезли? Ну, тебе-то какая разница? Ну, не твое это уже все. Не твое. Что, значит, банку все равно в каком состоянии будет его собственность? Ну, конечно. Главное, это же недвижимость. А это барахло можно и в окно все выбросить. Как выбросить? Не, не, не. Ну, что значит выбросить? Это все, это... Нет, я не буду выбрасывать. Я на дачу заберу. На дачу. Всю мебель прямо на дачу и заберу. Ну, забирай. Ну, только поторопись. У тебя час времени не утотягивает. Так, это с чего бы, с чего бы начать-то? Это, это, да, заберу. Это обязательно... Я прошу прощения. Я очень извиняюсь, но шкаф вы в окно будете выбрасывать или на дачу? А ты... Ты кто такой? Ты любовник моей жены! Сейчас неважно, кем я прихожусь Яночке. Важно то, что я по профессии юрист. Юрист? Ты что думаешь, мне легче от этого станет юрист? Я могу вернуть вашу квартиру. Не понял, сейчас... Принесите, пожалуйста, договор... Придите, ну, в двух экземплярах. А, понял, сейчас... Подождите, зачем в двух? Ну, нужно же мне чем-то прикрыться... А, да, сейчас... Я мигом! Будьте добры, ручку вы, берите, пожалуйста. Так, шкаф нужно выклинуть первым, потом все остальное. Ничего, ничего у вас не выйдет. Ничего, ничего у вас не выйдет. Я вас засужу. Я вас... Двадцать семь. Двадцать семь? Да. Ну что, вместе сколько? Не хватает. Сколько? Две с половиной тысячи не хватает. Через час придет полковник за откатами, а у нас не хватает. Да. Получается, план по откатам мы не выполнили. А знаешь, чем это грозит? Да. Здравствуйте. Ого! Что, ого? Тут не хватает. Что, пришел? А меня к вам на досмотр прислали. Только я не понимаю, зачем, я чистый. Ага, чистый. Чистым перед таможней может быть только младенец. И то, после того, как покакает руки, ноги. Ищи, ищи тщательнее. РДК, он где-то что-то припрятал. Чистый я, чистый. Чистый. Как чистый? Мужик, ты что, нарочно что ли? Че именно пятнадцатого числа-то? Ничего, как говорит моя знакомая стриптизерша, деньги-то у меня в трусах. Раздевайся. Вы с чего? Да чего вы это? Давай, давай, давай. Э, 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 че-че-че? Чист. То есть как чист? Сравнительно. И что, нам теперь отпускать его придется? Что значит отпускать? Какое отпускать-то, чего? О, это же икона. 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 Да какая икона, вы че, с ума сошли? Это я по малолетке набил, еще в восемьдесят девятом. Так и запишем. Раритетная икона прошлый век. Ага. Что, тигр? Что за тигр? Да откуда я знаю тигр, ты тигр? А я знаю, какой это тигр. Уссурийский. Между прочим, вымирающий век. Исчезающие животные везем. Ай-яй-яй. Что вы несете? А это че? Так это ж Монализа. Точно. Какая Монализа? Это жена моя, Людка. Документы на жену имеются, а паспорт нету? Ну, конечно, перевоз нелегалов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот перевоз. Итого у нас получается. Икона раритетная плюс исчезающее животное плюс нелегал. Двенадцать лет вам светит. Ты у меня сядешь, ты у меня так сядешь. Офигеть. Вот это я съездил отдохнуть. Ну, вот там и отдохнете. Двенадцать лет алл инклюзива. Ага. Ладно, я понял. Сколько с меня? Все, что есть. Блин, у меня деньги в сумке были? В следующий раз осмотр с сумки начинайте, Анис. Ну да. Выбирайте. Спасибо. Счастливого пути. Это к деньгам. Ну че, сколько там? Зикинь, ровно две с половиной. Ха! Ха! Ай! Деньги хоть и не пахнут, а ручку поди помой. Ага, ладно. Так, есть. О! Так, дети, хватит называть Андрюшку Акваменом. Ну, подумаешь, не добежал один разочек. И ты, засранец, стойди от него. Ой, здравствуйте, бабушка. Здравствуй, внученька. А кто вам нужен? Никто. А, вы, наверное, пришли за этим Тихони, который сидит в углу. Даже имени его не помню. Сейчас позову. Не надо никого звать. Все мои внуки уже давным-давно окончили детский садик. Так, а зачем вы тогда пришли? В очередь записаться. А, записать своих правнуков в очередь в наш детский садик? Нет. Внуков? Нет. Детей? Ну, вы, бабушка, даете в вашем-то возрасте. Это ты даешь всем подряд. Я говорю, себя в очередь записать. Себя. Бабулечка, это детский сад, а не дом престарелых. Я знаю. Но мне очень надо. Я в совместии в очереди отстояла. Отстояла. В поликлинике в очередь отстояла. Отстояла. На почте за пенсией в очередь отстояла. Так идите домой, бабулечка. Не могу. Мне в очередь надо. Очередь. Это стимул моей жизни. Ну, вот эти очередя, это единственное, что меня держит на этом свете. Понимаешь? А у вас, говорят, очереди очень большие. Ну, да. Вот. Так может, я годик у вас и постою. Годик? Лет пять не меньше. Так это еще лучше, внученька. Бабушка. Кто крайний в очередь будет? Я крайний за мной будете. Подождите, я еще никого никуда не записывала. Так вы что ли крайне будете? Я крайне хорош, что ты орешь. Дубиностая, росая, глухая. А, я за вами тогда буду. Да стой ты за мной, что внученька записывать будешь, а? Бабушка, давайте-ка вас я запишу в очередь в магазин, а вас в очередь на автобус. А? В какой магазин? В детский. У нас детки очень любят играть в магазин и автобус, а вы внесете в их игру такой настоящей реальности. А, я готов. Где эта очередь? Кто крайний? А чего это ты идешь в очередь? И я крайняя буду. Что такое? Кто это ест, Ежмахаревна? Я первая. Дай старуху, куда ты? Я первой в очередь буду. Я первая. Я у меня пансионный. У меня. Ну, слава богу. И дети при деле, и стричкам помогла. На краях. Что ты веселый такой, не могу понять. Мы зранку еще никого не спинили, а ты улыбаешься. У меня праздник. Який? Я тюшу и женщину отправляю в Анталію на 10 дней. Прикинь. Ох, я отдохну, как нормальный мужик. Рибалка, футбол, пивко, друзья. Поздравляю, поздравляю. Ну, наконец-то летит. А ну, давай его. Ха-ха. Слухай, шо цевин так пафосно водит? Э, генерал якийсь. Не знаю, не похоже, но в любом случае заднюю задавать пизну. Уважаемый, нельзя меня останавливать. Мне нужно срочно ехать. Аэропорт. Меня ждет мой железный орел. А, тху ты, так це пилот. Пилот, пилот. Слухай, так а як шо таба ждет твой железный орел? Шо ж ты на своему железному коне нарушаешь? Понимаешь, дорогой, только что била у меня девушка. Вау, слушай, сладкая, как мед, сочная, как персик. Не мог оторваться. Вот теперь опаздываю. Слушай, гурман. Гурген. Ну, нехай будет гурген. Шо ж ты несешься 180, ты не стыдаешься ничего, а? Так а что мне стесняться? А джигит меня ничего не остановит, да? А штраф в лишении права остановит? Зачем так говоришь? Что ты не понимаешь? У меня там люди хотят отдыхать. Они уже панамки одели, шорты, тапочки. Почекает твоя людина, ничего не случится. Ладно, короче, давай, я оформляю его. Как оформляю? Не надо оформляю. Алло, мама, шо вы хочете? Прилетели вже? Не, шо не вылетали? Додому будете ехать? А чо? Отменили рейс, потому что пилота нет? Чуешь, а ты куди мав улететь? В Ах, красивая страна, почти как Грузия. В Анталлию? В Анталлию, но какая разница, уже не успею. Слушай, дорогой ты мій геноцвалі, дружи, я тебя прошу, пожалуйста. У меня сегодня жінка и теща должны улететь в Анталлию. Ты понимаешь меня? Давай сейчас, седай в машину, а мы перед тобой с мигалками. И быстренько тебе в аэропорт. Давай, швиденько. Да яка машина, я ж протокол, так и почав оформляю. Да ну его нафиг, той протокол, поїхали. Ага. Так шо ти робиш? Тойка, когда теща і жена уїжджають на отдых, у Джигіта отдых начинається. Дякую за перегляд!